Картина «Последний день Помпеи» подарила Карлу Брюлову признание как в России, так и за рубежом. Ей восхищались Александр Пушкин и Николай Гоголь. До сих пор эта работа привлекает к себе внимание зрителей и критиков. В чем же заключается ее уникальность? Почему она считается шедевром? В центре картины на земле мы видим женщину с ребенком, которой упали с колесницы. Ее обломки изображены чуть выше. Это символ смены эпох. Художник показывает, как прекрасный античный мир рушится на наших глазах. И это также неизбежно, как смерть молодой женщины. Мы наблюдаем за общечеловеческим бедствием, которое понятно и близко всем. Но Брюлов наделяет каждого персонажа уникальной историей. Он заставляет нас сопереживать всем героям. Например, справа мы видим сыновей, которые несут своего отца. Его лицо скрыто тенью, но мы понимаем, что он в ужасе. А вот самая печальная сцена в правом углу юноша держит на руках безжизненное тело невесты. Он никого не слышит, не обращает внимания на гром и камни. Его страх смерти исчез, осталось только горе. Левее от них молодой человек держит за руку упавшую мать. Это Плиний-младший, римский государственный деятель. Он действительно застал гибель Помпеи. В своих воспоминаниях он писал, как мать умоляла оставить ее и бежать. Это показывает, как точно Брюлов изобразил события. Он провел много времени за историческими документами и даже сам побывал на раскопках Помпеи. Именно там он зарисовал место действия. Серьезная подготовка помогла Брюлову создать гениальную картину. Посмотри в левый нижний угол. В нем изображена мать с двумя дочерьми. Несмотря на страх на лице матери, она остается непоколебима в стремлении защитить детей. Она крепко прижимает их к себе. Эта группа построена по принципу равнобедренного треугольника. Такая композиция становится символом материнской любви. Ту же тему можно увидеть немного ближе к центру. Мужчина, женщина и ребенок бегут, пытаясь спастись. Отец укрывает свою семью желтым плащом, чтобы защитить. Чуть выше обезумевшие от страха люди толкаются у входа в гробницу. Одни надеются укрыться в ней, другие видят, что здание рушится и бегут прочь. Но присмотрись к центру толпы. Там можно разглядеть человека, который тянется к монетам на ступенях. Даже в такой страшный момент. Брюлов говорит зрителю, что некоторые вещи никогда не меняются. Среди всей группы выделяются три лица справа. Две женщины и мужчина, в котором Брюлов изобразил себя. Одна женщина держит сосуд и тревожно глядит на красное небо. Другая в ярко-голубом плаще в оцепенении смотрит прямо на зрителя. Кажется, она окончательно осознала свою судьбу и участь города. Правее от толпы на ступенях мы видим жреца в белых одеждах. Он надеется укрыться в святилище. В руках он держит предметы для жертвоприношений. А слева от матери с дочерьми видна фигура христианского священника. Он бесстрашно, практически с благоговением смотрит прямо в эпицентр бури. В этом он видит божий промысел. Многие специалисты считают, что эта фигура – символ начала христианской эпохи. Брюлов отличается от других живописцев работой со светом. Он усиливает освещение на переднем плане картины, придает ей объем и создает эффект присутствия. Кажется, будто мы тоже побывали в Помпеях. В российской живописи XIX века еще не было фигур, которые бы выпрыгивали из картин. Еще одна важная часть художественного языка Брюлова – палитра. Какие цвета ты видишь на картине? Желтый, красный, синий – словом, оттенки, которые художники обычно не используют одновременно. Их нелегко внедрить в общую композицию. Многие критиковали Брюлова и называли его работу яичницей на полотне. Это правда, что Брюлов нарочно нагнетает атмосферу яркими красками. Оранжевое небо переходит в черное зарево, которое разрезает вспышка молнии. Но художник стремится создать массовый аттракцион, и у него это получилось. После написания в 1834 году последний день Помпеи выставлялся в Риме, Париже и только после этого в Санкт-Петербурге. В том же году картина стала звездой Парижского салона, на котором были представлены лучшие художники Европы. До 1851 года картина хранилась в Санкт-Петербургской академии художеств, а после этого ее переместили в Новый Эрмитаж. В 1897-м картину принял Русский музей. Именно там шедевр Брюлова хранится сейчас и продолжает вовлекать зрителей в яркое театральное представление.